Экономист оценил слова Ле Мэра о потенциале отношений Франции и России. Во Франции видит потенциал для развития экономических отношений с Россией. В эфире радио «Спутник» член Международного союза экономистов Игорь Деденко поделился мнением о том, оправдан ли такой оптимизм. 10 декабря, 13 часов 32 минуты Франция, антироссийское шоу вместо разговора по существу Киев сказал, Париж поверил, и теперь пытается примитивно перевести стрелки со своей политической элиты и ее системы управления на Москву. «Осталось только новые санкции против России вести за беспорядки во Франции, и картина будет полной. Франция видит потенциал для развития экономических отношений с Россией, несмотря на продление санкций ЕС», заявил французский министр экономики и финансов Брюно Лемар. «Мы считаем, что в рамках санкций, которые были продлены Европейским Союзом, имеется необходимое место для развития двусторонних отношений по очень конкретным экономическим проектам между Францией и Россией», сказал Лемар на пресс-конференции с российским коллегой Максимом Орешкиным. «Мы, конечно, соблюдаем этот режим санкций РЭД, но место имеется для развития экономических отношений между Францией и Россией. Именно этим мы и занимаемся в рамках СЕФИК», добавил он. В Париже состоялось заседание Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, СЕФИК. По итогам мероприятия Орешкин и Лемар подписали ряд документов в сфере двустороннего сотрудничества. В эфире радио «Спутник». Член Международного союза экономистов Игорь Диденко прокомментировал заявление французского министра. «Россия и Франция сейчас достаточно успешно сотрудничают в проекте «Ямал СПК», есть планы на сотрудничество в проекте «Арктик СПК-2». Мы видим, что сейчас, учитывая не самые простые отношения между европейскими государствами и США в сфере экономики, многовекторность сотрудничества для государств Европейского союза очень актуальна. И в особенности это актуально для Франции, которая потеряла порядка 10 миллиардов евро из-за протестов, охвативших Париж, ряд других городов. В условиях, когда мировая экономика растет не так быстро, как хотелось бы, нашим французским коллегам, конечно, нужно искать новые пути сотрудничества. И очень здорово, что они намерены сотрудничать с Россией. Поэтому оптимизм французского министра экономики и финансов вполне обоснован. У нас достаточно открытая экономика для иностранных инвесторов, несмотря на санкции. Есть много отраслей, в которые иностранные инвесторы могут вкладывать деньги и получать прибыль, сказал Игорь Диденко. 29 ноября, 13 часов 16 минут эксперт прокомментировал отказ Франции и Германии ужесточать санкции и Франции и Германии отказались ужесточать санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, сообщил источник. Как отметил в эфире радиоспутник эксперт Виктор Надейн-Раевский, в ЕС постепенно осознают, что надо ориентироваться на собственные, а не заокеанские интересы.